Литва продолжит поддерживать Украину в борьбе за свою независимость, заявил президент Гетанос Науседа. Вильнюс уже выделил Киеву 2% от собственного ВВП и стремится продлить поддержку на уровне 0,25% ВВП ежегодно. Сегодня Литва активно принимает участие в вопросе восстановления разрушенных Россией украинских территорий, а также в развитии украинской оборонной промышленности. Мы говорили с президентом именно про это, про нашу оборону. Уровень поддержки наших оборонных способностей – это прежде всего вопрос инвестиций в производство дронов в Украине. Накануне Вильнюс и Киев подписали меморандум об оборонном сотрудничестве, в рамках которого Литва предоставляет 10 миллионов евро для финансирования украинских дальнобойных возможностей, в том числе ракеты дрона «Поляныця». Мы прекрасно понимаем, чтобы защитить свою свободу и свободу всей Европы, Украине в первую очередь нужно оружие. Пока мы планируем через схему Европейского агентства в Украину поставить 2 тонны 155-мм боеприпасов через систему закупки Европейского оборонного агентства, а еще 10 тонн до декабря в рамках реализации чешской инициативы. Мы также изучаем возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов в малой дальности для украинских систем ПВО. Также Литва инвестирует 10 миллионов евро в производство украинского дальнобойного оружия «Поляница». Литва решительно поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также продолжит работать с союзниками над ускорением оказания необходимой оборонной помощи для Украины. Помощь должна быть увеличена. Литва призывает членов альянса немедленно передать Украине оружие большой дальности истребителей и системы ПВО. Мы поддерживаем разрешение для нанесения ударов большой дальности по российским военным объектам без ограничений. Владимир Зеленский отметил, что вопрос разрешения использовать дальнобойное оружие стран-союзников для удара по военным целям на территории России обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкиным и главой МИД Великобритании Дэвидом Лэми, которые посетили Киев 11 сентября. Встреча была очень серьезной. Украина была относительно дальнобойности. На этой встрече очень подготовлена и убедительна. Нужно быть откровенными. Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, которое до сих пор с большим дефицитом у нас, возможности его использовать по военным целям на территории РФ приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территории России. Вопрос о возможности Украины бить дальнобойным оружием по российским военным объектам сегодня на повестке дня у всех союзников Украины, подчеркнул президент Владимир Зеленский.